Пиксели Айфонов или Самсунгов Поэтому немного странно видеть в новинке одинарный модуль основной камеры на 12 мегапикселей Сейчас в моде вроде как многомодульность Ну хотя бы фронталка двойная на 8 мегапикселей Впрочем, кредит доверия к качеству камеры у пикселей большой Так что думаю в этот раз снимки будут получаться отменные Ну а что касается цены, то самая простая версия будет стоить 800 долларов, что не так уж и мало Помимо новых смартфонов, Google показала еще и планшет Pixel Slate Это 12,3 дюймовый планшет, работающий на процессорах Intel вплоть до Core i7 Само собой ультра низковольтных А работает он не на Android, как вы могли бы подумать, а на Chrome OS Впрочем, некоторые приложения от Android на нем тоже можно запускать Стоить новинка будет от 600 долларов, это за младшую модель на Celeron И вот как-то меня мучают сомнения по поводу целесообразности такой покупки Ну то есть предлагается потратить в районе там 40 тысяч, а за топовые версии с i7 там еще гораздо больше За планшет, на котором по сути приложений то и нет особо Ну браузер, там почта, Google Docs, но это все равно базовый набор То есть если бы это стоило 10 тысяч, то окей, но за такие деньги, как они просят, ну не знаю Экран, конечно, хороший, долгое время автономной работы Клавиатурный док прикольный, стилус можно купить Но это, кстати, все отдельно продается, то есть в комплект не входит ни клавиатура, ни стилус То есть потратить можно ого-го, сколько денег, ну и чтобы что, почту смотреть в браузере, что это делать Ну так это может делать планшет там за 15 тысяч рублей, на мой взгляд Поэтому мне кажется, не взлетит Pixel Slate А вот компания Samsung, в отличие от Google, не скупится на количество камер в смартфонах В новом Galaxy A9 этих камер целых 5 Фронтальная камера на 24 мегапикселя И целых 4 основных, что позволяет делать красиво в боке, зум и другие крутые штуки То есть там камеры с разной апертурой и с разным углом Что ж до аппаратной основы новинки, то и стал процессор Snapdragon 660 и 6 гигабайт оперативной памяти Так как линейка Galaxy A не флагманская, набор характеристик у новинки довольно занимательный Не занимательна только цена, которая в России составляет 40 тысяч рублей И вот тут я вам честно скажу, за 40-е то можно и получше трубку найти Там кстати вон на Яндекс Маркете сейчас именно такая средняя цена у Galaxy S9, которая всяко поноворочнее То есть платить целых 40 тысяч за не флагманскую модель, ну на мой взгляд это как-то странно Камеры наверное хорошие, да, но я думаю, что за 40-е то можно камеры и получше найти А Snapdragon 660 это все-таки не топовый процессор, поэтому мощность могла бы быть побольше Ну в общем судите сами, на мой взгляд покупка нецелесообразна Ну и еще про один планшет, на этот раз от Microsoft Surface Pro 6 работает на низковольтных процессорах Intel 8-го поколения Оснащается 12,3 дюймовым дисплеем с высоким разрешением и 8 гигабайтами оперативной памяти Никуда не делась и фирменная откидывающаяся ножка, благодаря которой планшет удобно ставить на стол Младшая модель будет оснащаться процессором Core i5 Будет иметь 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт внутренней памяти И стоить это дело будет 900 долларов И вы таки удивитесь, но это на 100 баксов дешевле упоминавшегося ранее Google Pixel Slate в такой же комплектации Вот я о том и говорил, какой смысл брать дорогущий планшет на Chrome OS Когда вон у Microsoft есть шикарный Surface на винде и при этом дешевле Я вот кстати с удовольствием сделал обзор на Surface Pro 6 Но вот не думаю, что они на нас доедут Как-то все никак не доезжают до нас в Surface Хотя довольно прикольные планшеты, их многие хвалят и говорят, что здорово работает Ну а на сегодня все, до новых встреч и всем пока! Ну а я тут на этом вашем нашем игромире простудился Поэтому я сижу дома, играю в Warcraft, как обычно И все еще мучаю Asus ZenBook, который с дополнительным экранчиком Видали, какой фокус? У него второй дисплей, который отображает содержимое первого Много там всего интересного Думаю, на этой неделе обзор будет, если я поправлюсь До новых встреч и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok